Какие книги напишут во Владивостоке в ближайшие годы? На этот вопрос предстояло ответить приморским писателям. Предполагалось, что круглый стол под названием «Киберпанк, вестерн и романтический роман» расскажет о том, какие жанры будут популярны у приморских авторов в будущем. Но участники выяснили, что ограничений для них не существует, выделив при этом перспективы вестерна. Оказалось, что приморская или владивостокская литература — понятие условное. Она не должна иметь рамок. Региональность авторов можно отнести скорее к категориям маркетинга. Честно говоря, меня коробит хронировка приморской литературы несколько, потому что я считаю, что приморская литература не существует. Это как Томская, Новосибирская, Иркутская. Это что-то какое-то от лукавого. Есть литература, есть литература. Я не очень понимаю термину приморской литературы. Это вот вестовская, а доходкинская — это что-то странное, на мой взгляд. В ходе дискуссии поэт Сергей Нелюбин отстаивал идею, что успех и популярность автора и его произведений зависят от усилий и затрат на продвижение. Раиса Мороз затронула тему качества литературы. Если успех зависит не от содержания произведения, а от технологии продвижения, получается, что талант автора задвигается на задний план. Высказала мнение и об уровне приморской литературы. Уровень нашей приморской литературы никак не выпячивается ни вверх, ни вниз на фоне общероссийской литературы. У нас есть исключительно замечательные авторы. Татьяна Таран дала понять, Москва с ее издательствами ей не нужна. Она вполне довольна статусом регионального писателя. Пишет она про Владивосток и для Владивостока. Андрей Островский ответил, что автор должен выпустить за свои средства только одну книгу. Я глубоко обещаю, что так может быть издана первая книга. Наверное, да, за свой счет. Может быть, вторая. Но если ты третью издаешь за свой счет, ты не в ту верь постучался. Потому что ты настоящий писатель, потому что первая-вторая книга, за тобой должны бегать издатели. Я в этом абсолютно обещаю. Поэт Спартак Голиков уверен, что его творчество узконаправлено, и он своего читателя найдет в любом случае. Писательница Ольга Шипилова-Тамая высказала мнение, что кроме маркетинговых ухищрений и уровня произведения, многое зависит и от простого случая, и от человеческого фактора в исполнении издателя. Она отметила, что в Москве и Петербурге есть спрос на приморских писателей и поэтов. Интерес к, не то что приморской, но к авторам отсюда, он, в общем-то, есть в центре. И этот интерес, как правило, будоражит в Москве и Питере, ну, так, в кавычках, скажем, диаспора владивостокцев, которая сейчас живет там. Несмотря на разногласия, все участники сошлись во мнении, что Владивосток – отличное место для творчества. Когда основная дискуссия утихла, слушатели в зале смогли вступить в беседу. На вопрос, читают ли они приморских авторов, ответы были самыми разнообразными. Одна из юных слушательниц обратила внимание на то, что авторы из Приморья много пишут про море и тайгу, а про это не очень интересно читать. Хочется чего-то другого, отличного от местной специфики. Мысль о том, что Владивостоку необходимо романтизироваться в литературном плане, принадлежит Ольге Шепиловой-Тамая. По мнению писательницы, читатели соскучились по литературе чувственной, доброй, способной пробудить сопереживание. А вот прислушаются ли к ней приморские литераторы, покажет время. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.